добрый день наши дорогие зрители канала шашки с олегом сегодня мы собрались по печальному поводу ушел в лучший мир один из ведущих шашистов современности лидер шашечной литвы арунас альгимантович нарвайшес ушел от жизни не дожив до 60-летия нескольких месяцев короче такая печальная новость нарвайшес был чемпионом со всем победителем много турниров международных там где ты у себя выиграл до большой вклад теории внес значит допустим и был реально вот таким из-за кишечные долгожители которые играл сильные 80-е годы может быть 90-е потом время оставил шашки потом снова вернулся допустим стал чемпионом мира по базисам шашками 15-м году короче то есть довольно таки большую конкуренцию составлял с молодыми игроками до современными до последних дней сохранял большую силу игры и община ну а легко посмотрим может быть примере творчества арунаса да вот фото галерея на счета всегда был душой компании такой очень интересный человек там такой пошутить любил до любил жизнь во всех ее проявлениях и называется на посмотрим по мере творчества у нас нарвашиста значит вот допустим первый пример насчет из партии на ваши скандраченко игра на гамблер и недавние было там на такой простенькой позиции значит блестящие кружилию подемонстрировал ходит на c3 неожиданно я вообще тоже дохода е3 допустим да я хожу да и 5 надеюсь развернуться силами да и неожиданно подхвата же 3 на ровном месте оказывается вырваться на свободу чё нам не удается ведь если на пальце до 4 ты присоска же в 4 выигрывает на весу такая симпатичная вещь да я поэтому пошел не 4 ход обратно можно пошел сюда 6 туда очень четко и выдавливание cb4 выходит нельзя ходить е5 до 4 из-за связки оба 6 такой ход жертвой знаменитой комбинации за в 4 25 аккуратный мир из белых такая несложная минать его очень изящная так вот дело было да значит еще конечно важно отметить что просто оба 6 оба 6 выигрывает святочка а вот оставаться с был очень таким четким командным игроком значит очень большой вклад сделать для развития сборной литвы именно в них такая команда очень такая крепкая дружная по настоящим вот у нас был лидером потом сегидас мадрис алексей домчев андреус кибортос и двое молодых видео селек научу с и доманта сноркус блестящую вы показывали в личных чемпионатах командным и восемнадцатом году значит обошли команды белоруссии стали чемпионом мира в команду на счете команда литвы следующий пример творчество у нас и значит такая вот естественная позиция даже качество чем нас на скидку приятнее допустим типа центра красиво да на самом деле у них проиграна похоже неожиданно белые взрывают позицию ходом же в 4 вращая внимание на то есть если играть допустим просто как-нибудь по цепи допустим 25 играть дату белый успевает уйти на опять пустой фланг подчеркивает она нападает эти 53 так далее то есть да а потом нужно им это дают оба 4 прорезают большими шансами на выигрышки в этом идея состоит всего этого построения черный тот нюанс их заметили поэтому решили ход убрать и напасть и 5 сразу и 5 нападает сразу рассчитываю на упрощение реки это а тот блестящий удар со стороны белых очень неожиданно ожидать хитрая идея которая потом приманила композитор анатолий убаров еще в своей композициях до их 2 и красивый перебой после боя надесса оппозитор она на одну да это он еще такие удары в молодость проводил еще восемьдесят девятом году высокая помнила так вот да то есть у нас имел блестящие комбинационное зрение я кстати не раз на это на себя чувствовал позиции с партии на рваж из кандраченко близ на гандера семнадцатом году такой естественной позиции думаю нападу-ка я на 4 вызываю прощение допустим да потому что там тут сумасшедший удар c5 вообще блестящий детский вариант получиться за c5 может это прошло с е пятницы там цепать именно приходится бит только жена b4 иначе провели сразу да и красивых остаток датчиков на d3 d3 д3 не бросится а как и нас давать ведь туда трапеция некуда бить и так и так идеальное решение что красавчик да вот вошел в историю таким путем допустим аккуратно чистым их из белых вот это такая симпатичная миниатюра из партии значит именной чемпионат только был у нас 8085 год когда он стал чемпионом вместе сергей новички нам дачи друзья и сейчас единица да 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 и вот до последнего поддерживал напряжение даже простых позициях смотрите в этой партии соперник рунасы значит мастер на нет хвостов там пошел просто до спать поминался дать про естественный размен абсолютно кажется уже программа то есть вы лишь простой на такой очень технически смотрите c3 простая идея к этому до 6 и в 2 кажется то есть ничья в карамане казалось бы да черно заранее нападает уже 5 готовы сделать ничью сразу так и было типа до закрываемся отдал побежал до и 5 в 4 а тут выигрывает такой простой на малозаметный ход именно c3 d4 без введения дамки до а cd4 да именно таким иначе было бы ничья короче но уже 3 и 5 и так далее и кажется сводится проводки c1 и все сутевает раньше все такой важный технический нюансе да так и было в партии но там она интересно а самое интересное если в исходной позиции вернуть то сразу по окончании у нас показал что ничья еще была очень изящная очень изящная черном стрелы пойти оба 4 неожиданных вот такой на и нападение c5 оба 2 сумасшедший ударчик оба 2 находка нарывайся да получается надо сюда бить за 5 и так далее мотивчики понятно да так ну и посмотрим одной из блестящих партии когда у нас показывал стабильные результаты в 80-е годы был чемпионом со сервис пятом году и два очень важных сильных третьих места в сильных составах особенно сильный состав был 88 году в баку там где играл и финале 8 раз месяцев на занял там на третье место он партия нарывайся с габриэля значит двигай по ходу партии допустим как пока выпала знаменитая двухходовочка короче там да где ученых похуже надо играть аккуратно подвязка то есть и на ход на опять это бц 5 проигрывала усиление до обращаю внимание на секундочку что допустим ход cd2 который напрасывается в эту секунду cd2 он неудачный захода bc5 и нельзя выигрывать cb4 бой-бой комбинация за комбинации d4 такой нюансик известен покажи просто зрители похожую комбинацию с переменной цвета владислав нам провел на гамблере я запомнил эту идею так хорошо возвращаем обратно ходу оба 4 тогда получается то есть оба 4 более тонкий ход более точно чтобы не дает меняться до цепи выходит до цепи от меняться нельзя за ударчик а поэтому нападает сюда да не завязать больших по 4 бьем по 4 грозить хочу она просто простой же удар да простой на походу очень важно поэтому нападать сюда ходить c7 dc7 получается да жажда отличная позиция известна еще старых ремонт с партии знаменитые это хотя по партия кириллов и бациви было известно позже после этой партии идея в том состоит что красиво проигрывает еда 4 смотрите это 4 бой на c3 красиво проигрывает за красиво ударчика е3 до 4 е3 до 4 с выигрышем белых на cb2 там cb2 и е2 получается поэтому состояла ловушка допустим а правильная линия там давно известно еще из анализа гроссмейстера фазылова если посмотрите точно тогда надо сбить правильно было вернее обратно надо бить правильно на поле d4 получается и d4 бб на d4 да ну и установочная схема там двигаем дальше cd2 поехали е6 именно единственные ходы делаю черные же 5 надо меняться только у них тяжелая позиция до белые очень сильно окружает душа все правильно да как же всем спасает да и тут надо играть именно ажи 5 преимуществом белых но кто этого нюанса не знает зачастую попадается другую ловушку что белые ходят еда 2 а это уже проигрывает не странно да буквально из ничего чем на цепляется за красивый нюансик cb6 и нападение опять на красивая присоска на е5 потом еще одна присоска красивая центре на весу ведь не даем пошевелиться вообще да ибо 7 успеваем провести красиво масштабно ударчик на вот так устроена черным при случае рассчитываю на такие варианты да да с места гибрилян ошибся да и попался в такую технично очень известную ловушку теперь очень техничным пошел cb6 тоже проигрывает на белая сохраняющую связку потому что новых пользу ходит cd2 получается до 7 с опозданием и уходим от за 5 естественно если пойти до 4 просто 6 выигрывает поэтому должны черное нападать просто поминался вперед чисто вижу что неуклюже не плавать либо центра никуда ходить черный нападает а6 думаю что все еще впереди допустим потому что хитрин она не выигрывает а вот выигрывать необычный ход же в четыре такого типа да то есть редкая такая достаточно тема связки обратите внимание оба фланга связаны у белых почему-то выигрывает именно них запасных ходов не хватает у черных если парадокс этот парадокс обратил внимание еще как раз вот лутвийский гроссмейстер владимир вигман да две слабости бывают зачастую лучше чем одна да если это так просто фитрин выигрывает да тут понятно простой разгон и связки не экономичная черная проигрывает сразу да не чем играть просто становится до конца там покажет она поменялся не в четыре часа вычислилить истощаем ученых не чем играть и становится на типичная позиция очень простая возвращаем обратно если пойти ажи 7 то просто то же самое фитрин выигрывает ажи 7 фитрин нападение присоска же в 6 там все плохо ученых не буду ставить дамку будет до наш 8 и так далее выигрыш наконец самый главный вариант который в партии был когда пытался отскочить на ночью разменным да и 5 тут забираем шашку естественно да и в итоге выясняется что развязки до черных нету нападение фитрин а когда пытается играть за 7 и 6 свежая такая дейка удар чека необычного еф-2 и да и 3 черные дать рассчитывали на фитрин атака техничная партия на вашу свинку габриэля на самого да виталий габриэлян скольки кратный чемпионов ссср был тоже татят абсолютным чемпионом по количеству было 9 6 раз много бриллиана интересная статистика у него четыре золотых модели 4 серебряных 4 бронзовых так что второе место в истории занимает гигант был бы тоже помните записи видео в ее памяти до печальные такие новости приходят лучшие люди гиганты прошлого уходят постепенно на их вопрос а кто придет на смену на играл как-то на гамблере с аруносом норвайшесом 4 партии но давненько правда я еще послабее был три с половиной на половинку он меня просто там спинка вынес причем играли раньше классика была то есть не леталки а просто классика вынес да и еще интересный момент читал где-то про аруноса родители рассказывали его что он сломал в детстве руку и сел за шашки и вот они как ушли куда-то то ли на прогулку то ли в магазин часа на три или на четыре вот он они пришли он так и продолжал сидеть за шашками то есть был настоящий шашечный фанат значит там на сайте все четыре стороны что заполнительная статья вышла память и огнется так что летом ссылочку пожалуйста да и ночью кину да посмотрите там тоже много интересных идей это кто написал сергей гребенюк там известным такой мастер заочник там любитель такой ценитель да то есть наш товарищ там так что вот такой лучше конечно вспоминать вы выдающийся мастеров игры в период их юбилея допустим она получается плящи почему-то никого не писать до к сожалению тяжелые берегите самое главное нервы если как говорится душа болит можно немножко выпить винца да даже святые советовали допустим блаженная пелагея рязанская говорила что можно выпить чуть-чуть винца да самое главное водку не пить где она заговоренная людей без и вселяются а винца можно немножко выпить но раскладиться у нас любил жизнь во всех ее проявлениях это точно так что покойся с миром обратно сдать продолжим твои дела будем тебя полностью чем я думаю что арунас писал золотыми буквами свое имя в историю шашечного движения будут помнить еще ни одно десятилетие точно жизни можно бывает оставить след а можно бывает наследить явно отставил след все таки до следу суставом она друзья до свидания спасибо только на шахматной и шашечной досках